Фильмами о Леночке сыграла трагическую роль в фильме «Подруги». Вот между. Вот в «Человеке-то» это остаётся, и в актрисе, и в «Человеке». Вот после того, как она пережила тяжелейшую личную драму, которую Егенина восприняла как предательство, она болела очень, а после этого последовала «Золушка». И вот эта «Золушка», которая, как известно, до сих пор маленьким зрителям дарит надежду на лучшее, вот через свет какой-то внутренний внести вот этот лиризм пронизывающий, это совершенно удивительно. Неужели это я? Очень вредно не ездить на бал и не есть мороженое, особенно когда ты этого заслуживаешь. Тема мороженого проходит буквально красной вкусной нитью через весь фильм «Золушка». И неудивительно, мороженое – это ведь настоящая сказочная еда. Да, особенно если это ленинградское мороженое. Без шуток. Именно на ленинградском холодокомбинате работал механик по фамилии Степанов, который придумал устройство для изготовления вафельных стаканчиков. А вообще-то до начала 30-х мороженое было почти что под запретом, как буржуазная прихоть типа елки. Но как-то Анастас Микоян съездил в Америку и заключил договор на поставку первого оборудования для производства хамбургеров, как тогда говорили, и мороженого. Хамбургеры тогда как-то не прижились. Но вот мороженое… Сорок порций мороженого? Ты объелся? Фу, какой стыд! Сорок порций! С шести лет ты не позволял себе подобных излишек. Хотим мы того или нет, но мы все равно в этом магии кино. Мы себя идентифицируем с кем-то из героев. И ты понимаешь, что вот ты себя идентифицируешь с Золушкой. В пять лет ты Золушка, в десять лет ты Золушка, в двадцать Золушка. Не хочется пока Фаины Раневской, пока еще молодой королевской стороной. Вот еще туда не хочется. Бегаю, хлопачу, выпрашиваю, воспрашиваю, выпрашиваю, очаровываю. Мне кажется, что Золушка дает нам иллюзию вечного детства. Там же какая-то обескураживающая правда у них у всех. И у принца, и даже у мачехи. Они говорят только правду. Они не способны врать. Это совершенно гениально. Даже плохие герои у Шварца не могут врать. Мне кажется, это какая-то машина времени. Вот конкретно этот фильм. В прямом смысле слова. Это такой лифт. Благодаря Акимову, Шварцу, Жеймо, Кашеверовой, Ирастугарину, Меркуриеву, Раневской. У нас есть возможность, у любого из нас, неважно сколько нам лет, побыть пятилетним ребенком. Нам невозможно сейчас представить, что Золушка могла бы быть другой. На эту роль была утверждена балерина Кировского театра Мария Мазу. Но Надежда Кашеверова до последнего сражалась за кандидатуру Жеймо со студией, руководству которой не верилось, что 37-летняя женщина сможет быть убедительной в роли юной героини. Но она смогла. И еще как. Я побегу во дворцовый парк, встану под окна, и хоть избили полюбуюсь на праздник. Золушка является продуктом того очень недолгого периода в нашей культуре, в нашей истории, который иногда называют послевоенной оттепелью. Это был очень недолгий период и далеко не такой масштабный, как оттепель хрущевская. Но очень на короткое время, в последний период войны и первые послевоенные, даже, может быть, не годы, а месяцы, было какое-то ощущение того, что в стране происходит обновление. Во-первых, была победа и окончание этого жуткого времени военного. Во-вторых, возвращение многих из эвакуации, возвращение многих с фронта. Тех людей, которые побывали в Польше, в Чехословакии, в Германии, в Австрии, увидели Европу. И у людей было ощущение того, что теперь уже нет возврата ко временам 1937 года, что что-то в стране должно поменяться. Каким-то свежим воздухом повеяли. Но, увы, период этот длился очень недолго, потому что в августе 1946 года было издано постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Меньше чем через две недели после него появилось. Еще одно постановление о репертуаре драматических театров. Потом еще одно постановление о кинофильме «Большая жизнь». И вот это последнее постановление в особенности коснулось кинематографии, потому что не только фильм «Большая жизнь» был подвергнут уничтожительной критике в этом постановлению, но и фильмы классиков. Фильм Эйзенштейна, вторая серия Ивана Грозного, фильм Пудовкина, «Адмирал Нахимов», фильм Козинцева и Трауберга, «Простые люди». Так что в кинематографе была ситуация очень тяжелой. Но тем не менее, вот фильм был снят, фильм вышел. Это был настоящий большой успех. Актриса Татьяна Доролина вспоминала, как она с бьющимся сердцем шла к кинотеатру «Родина», где проходила премьера, сжимая в кулачке три рубля. Как она выстояла огромную очередь, и как молила о чуде, только бы ей хватило денег. Она купила последний детский билет, который стоил ровно три рубля. Но настоящее чудо случилось в кинозале, когда погас свет. Вот счастье! Это вот свет надежды. Это, знаете, нечто такое... Свет, который, кстати, его очень много. Я не очень люблю раскрашенную версию Золушки, потому что ушел этот свет, который в черном-белом варианте совершенно замечательный. Он льется откуда-то, где-то истаивают декорации, откуда-то... То есть рождается особый мир. Для меня в Золушке Жеймо продолжила ту линию, которую она сыграла в фильме «Доктор Калюжный». Осторожненько, открой глаза. Ты видишь? Не знаю. И там у нее маленькая роль девушки, которая прозрела. Она слепла, и главный герой, благодаря медицинскому дару, он нашел способ вернуть ей зрение. Эта сцена вообще достойна быть золотым пером, вписанная в мировой кинематограф, потому что она и боится мир, который вдруг перед ней предстал, как он показан, в виде света. И она тянется к свету. Огромные глаза Жеймо. Как бы вот этот момент экстаза, почти мистического, вот, на мой взгляд, Жеймо это перенесло в Золушку, потому что там вот этот свет, вопреки обстоятельствам, а потому что это не просто жизнеутверждающий фильм, а фильм, которым есть и прошлое, и настоящее, потому что, помните, король там говорит о том, что старые сказки надоели, они все рассказаны, а это начинается, вот это ощущение начинающей и продолжающей сказки. Сказка начинается и не заканчивается, потому что такова волшебная сила искусства кино. Ну, а у нас на данный момент все. Стоп! Всем спасибо! Снято! Субтитры создавал DimaTorzok Поправки к Конституции Российской Федерации. Почему важна поправка о защите суверенитета и территориальной целостности страны? Так как это касается личной и национальной безопасности, если утвердить эту поправку, то никто не сможет сказать, что Крым – это не Россия. Мы знаем притязания наших ближайших соседей Японии на часть Курильской гряды, и поэтому думаю, что наша уже теперь любимая 67-я статья будет реальной защитой целостности наших границ и незыблемости итогов Второй мировой войны. У нас огромная страна, и я считаю, очень важно, чтобы эта страна и оставалась такой же великой. Это достояние наших дедов. То, что завоевано нашими предками и принадлежит России, должно ей и остаться, и никому другому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Метод получения энергии основан на сжигании органического тока. Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Мы сейчас живем в таком мире, что мы уже не можем ничего не делать. О Великой Отечественной войне опубликовано немало мемуаров и написано немало научных исследований. Но только живые строки писем расскажут нам об истинной летописи войны. Эти строки заставят нас взглянуть по-новому на подвиг наших с вами предков. Поделитесь письмами вашей семьи. Сохраним великую память о Великой Победе вместе. Письма Победы.ру Если по телефону неизвестные сообщают о том, что ваш родственник попал в беду, о несуществующей болезни, о положенной пенсии или надбавке к пенсии, о снятии денег с вашего счета или карты, звоните 102. Не дайте мошенникам шанс. Сохраните свои деньги. Здравствуйте! Вы смотрите «Запад-24» в студии Екатерина Морана. И вот о чем мы расскажем в этом выпуске. Меры поддержки рынка труда и безработных продолжат действовать в июле и в августе. Об этом сегодня заявил Владимир Путин. В начале выпуска расскажем подробнее. Из Пскова прибыл пассажирский самолет. Какие еще прямые авиарейсы в Калининград появятся в ближайшее время? Вновь распахнули свои двери. В музее Калининградской области встречают гостей. Первые, любимые, мы бы бросились вам объять. Но этого нельзя делать. Расскажем, кто они, первые посетители, и как культурные учреждения соблюдают санитарную безопасность. В Калининграде водоемы вновь начали очищать с помощью спецтехники. Почему машину-амфибию не могли задействовать весной и на каких озерах она появится в ближайшее время? А еще покажем, как калининградцы присоединились к международной акции в память о героях Великой Отечественной войны и как идет подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию. Все решения по поддержке рынка труда по выплатам детям в семье, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе. Об этом сегодня заявил Владимир Путин. Также в июле семьи дополнительно получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. Тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи. Собирать какие-то справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трех лет. В Калининград из Пскова прибыл пассажирский самолет. Вот это первый борт на этом направлении, совершивший полет без пересадок. Вскоре добавятся и новые рейсы, например, в Петрозаводской, Сочи. С подробностями из аэропорта Храброва. Калининградцы встречают друзей, гостей и родственников. 27 пассажиров прибыли из Пскова прямым рейсом. Теперь такое сообщение будет выполняться дважды в неделю. Приехал к дочери в Черняховск, прилетел вернее. А вы сам живете где? В Пскове, в самом городе. Я очень долго ждал и надеялся, что будет какое-то прямое сообщение. И вот это самый был первый самолет, который запустили, я на нем прилетел. Вы знаете, это очень удобно. Ты сел, час двадцать, вышел, вот, пожалуйста, свежий воздух, море. С этой недели для пассажиров, прибывающих в Калининградскую область из других регионов страны, отменили обсервацию и двухнедельную самоизоляцию. При условии, что есть своя жилплощадь в регионе, или забронировали гостиницу либо апартаменты на пару ночей и более. Нужно было, если ты здесь живешь, это подтвердить договором аренды. Либо свидетельство на собственность. У нас сын только что летал на коммунировку в Питер, и там нет вот такого, никто не стоит и никакие бумажки не собирает. Все очень быстро, все очень организовано, хорошо, никаких проблем. Из Калининграда в июне-июле открывается ряд новых авиарейсов. Часть затрат авиакомпаниям компенсируют региональные власти. Речь идет о том, что не было такого направления, поэтому с целью как раз его субсидирования, то есть часть денег тратится как раз на накатку так называемых маршрутов, билеты на уровне, как субсидируемый любой. То есть, если, например, мы говорим про субсидии до Москвы и Санкт-Петербурга, то есть у нас где-то там в районе 5,6, 5,600, 5,300, где-то вот так. Поэтому точно примерно такой же уровень билетов. В прошлом году с Калининградом прямыми рейсами были связаны 13 регионов. В этом сезоне запланировано более 20 городов. Помимо Пскова самолеты будут летать в Анапу, Челябинск, Петрозаводск, Казань и другие российские города. Например, улететь в Сочи из самого западного региона страны можно будет дважды в неделю, уже в июле. Анна Крылова, Максим Вернер, Вести, Калининград. Интерес к региону у жителей страны большой. Подтверждение этому запуск чартерных рейсов в Калининград. Уже сегодня в регион прибыл первый такой борт из Москвы. Он доставил в наш край 175 человек. Всех этих туристов будут рады встретить в том числе в музеях. Слово Евгении Соловьевой. Главная интрига этого утра для всех сотрудников музеев был вопрос, а пойдут ли посетители. Но как только время стало приближаться к 10 утра, у всех культурных учреждений Калининграда стали собираться люди. Соскучились и посетители по культурной жизни, и сотрудники музеев по гостям. Первых пришедших в музей Мирового океана встречает его директор. Первые, любимые, мы бы бросились вам объять. Но этого нельзя делать. Первыми посетителями стали жительницы Ярославля. Побывать в Калининграде, по их словам, планировали уже давно. В регионе только второй день, но уже полны позитивных эмоций. Мы вчера были в Балтийске, были на западной границе, на Касупере. Все были там. Ой, ну просто удивительно, удивительные места. Сегодня учреждения культуры фактически отметили день музеев, несмотря на то, что официальный праздник прошел 18 мая. За первые полчаса работы в музее искусств побывало 25 гостей. Мы получили очень много откликов и вопросов о том, когда же вы, наконец, откроетесь. И для нас сегодня радостный день. Сегодня, наконец-то, мы можем ответить на этот вопрос положительно. Очень приятно было посетить картинную галерею. Это был один из наших главных пунктов программы. Поэтому очень рады, что вот открытие совпало в том числе с нашим приездом. Историко-художественный музей гостям на входе дарит маски. Пожалуйста, берите. Но их количество особо не уменьшается. Многие приходят со своими средствами защиты. Приглашают посетителей и на каренинградские форты. На свежем воздухе и в бесчисленных залах там соблюдать социальную дистанцию труда не составит. Евгения Соловьева, Андрей Адамов, Вести, Клининград. 25 июня начнется голосование по поправкам в Конституцию. Сделать это можно на своем участке, на придомовой территории или на предприятии. Дома проголосовать тоже можно. Изъявили такое желание уже 10 тысяч жителей региона. Весь процесс будут контролировать общественные наблюдатели. Их количество 2551 человек. Все они прошли специальную подготовку. Оценивать процесс наблюдатели будут по 69 различным критериям. Этот бланк используется наблюдателем для фиксации того, что он видит на участке для голосования до дня голосования. А вот этот вот красный стандарт для наблюдателей именно в день голосования 1 июля. Здесь пошагово в этих стандартах определено, что должен проверить наблюдатель в обязательном порядке. В Калининграде около здания регионального казначейства заложили сад памяти. В рамках международной акции сотрудники нескольких областных ведомств совместно с волонтерами высадили магнолии. Это дерево было выбрано не случайно. Дело в том, что магнолия – это символ весны. И магнолия в нашей Калининградской области цветет в начале апреля. А 9 апреля – это дата, когда вся Калининградская область отмечает день штурма Кёнигсберга. Очень важно донести эту информацию для всех участников акции, что это не просто высадка деревьев, а это именно в память о погибших. Посадить 27 миллионов деревьев в память о каждом герое Великой Отечественной – такая цель международной акции. В Калининградской области уже зарегистрировано более сотни садов памяти, каждый из которых отмечен на онлайн-карте. Волонтеры планируют высадить более 10 тысяч саженцев. Траву убрать, кувшинки оставить. На озеро Поплавок вышла специальная машина-амфибия. По какому принципу работает техника, почему она начала чистить озеро именно сейчас – подробности у нашего корреспондента Тамары Горшковой. На озере Поплавок начала работать машина-амфибия. Она косит траву, убирает листву и водоросли. У нас есть очень маленькая глубина, поэтому когда сильная погода, солнечная, то дно прогревается и трава растет порядка в разы быстрее. Почему же техника не могла выйти раньше? Дело в том, что действовал строгий запрет из-за гнездования птиц и нереста рыбы. Для нас это тоже очень важно. Вы помните, несколько лет назад мы сюда запускали толстолобика. Поэтому надеемся, что он уже большой стал. Кстати, я хожу здесь гуляю, ты же тоже гуляешь. Ловят вот таких вот. То есть рыба подросла. Осадки и грунтовые воды – вот что питает Поплавок. Возможно, здесь сделают скважину, чтобы обеспечить в озере достаточный уровень воды. Той подачи воды, чтобы обеспечить уровень достаточного для этого озера, ее не существует на сегодняшний момент. Поэтому будем делать что-то дополнительное. А пока нужно навести чистоту. Занимается этим Николай Пеневич уже третий сезон. Джойстиками она управляется. Легче намного, чем машину управлять. Машине-амфибии нужно работать осторожно и тщательно маневрировать, чтобы не повредить вот эти прекрасные кувшинки. Сейчас они цветут, и это очень красиво. Здесь машина-амфибия будет работать еще несколько недель. Дальше машина отправится на верхнее и нижнее озера, а также на озеро Шенфлис. Тамара Горшкова, Андрей Долгий, Вести Калининград. Неманский городской округ ждут преобразования дорожной инфраструктуры. Сейчас несколько объектов уже закончено, но основная часть работы еще впереди. Где появится новое дорожное полотно и в какие сроки, расскажет Константин Морозов. Глава администрации Андрей Нейман выехал на улицу Совхозную, чтобы подобрать место под новую детскую площадку. Ее попросили сделать многодетные мамы. Заодно власти проверяют и ремонт дороги. Мы очень благодарны главе района и тем, кто делал нам. Сделали, конечно, очень качественную, хорошую дорогу. Сейчас ремонтируют улицу Неманскую. Частично уже уложили первый слой асфальта. Местные жители наблюдают, как их грунтовка наконец-то превращается в проезжую часть. Дороги не было здесь вообще, в принципе, никогда с момента основания этой улицы. Очень ждали. На полевой кипит работа на территории детсада. Здесь ремонтируют прогулочные дорожки, меняют старый игровой инвентарь, устанавливают новые ограждения. Скоро приведут порядок и дорогу. Сразу после ремонта улицы Неманской подрядчик приступит к полевой. Здесь также будет уложено два слоя асфальта. Грунтовка, летом, рассказывают воспитатели, доставляла массу неудобств. Летела пыль, и детские участки у нас выходили как раз на эту дорогу. В этом году администрация обратила на нас внимание, и дорога будет готова. Это лишь часть объектов. Этим летом Неманский городской округ ждет дорожный бум. Будет отремонтирован в поселке Большое село подъезд к детскому садику. Также в ближайшее время приступим к ямочному ремонту в городе Немани, улиц Черняховского, Островская и улица Луговая. А также небольшие участки на остальных улицах. Все эти дорожные работы проведут за счет муниципального бюджета. Завершить намеченные планируют в конце июля. Константин Морозов, Стас Берников, Вести Калининград. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Смотрите «Запад-24» в начале каждого часа. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Поправки к Конституции Российской Федерации. Почему важны поправки о защите прав трудящихся? Потому что в сегодняшнее тяжелое время, во время кризиса, нет гарантии того, что работодатель не снизит зарплату. Все мы честно относимся к своему труду. И хотели бы такого же честного отношения к себе со стороны работодателей. То, что права трудящихся будут закреплены в Конституции, я считаю, это гарантия для всех нас. В Советской Конституции говорилось, что гарантируется уважение к человеку труда. Потом в 90-е годы убрали эту статью. Очень хорошо, что сейчас решили вернуть. Главное богатство страны – люди, те, кто хотят и умеют работать. Поэтому государство должно поддерживать человека труда, гарантировать зарплату. И поправка к Конституции – это наша самая сильная гарантия. Поправки к Конституции Российской Федерации. Почему важна поправка о защите животных? Мы должны бережно и внимательно относиться к своим животным. Ведь они делают наш мир добрее, теплее. И очень важно формировать не только у детей это отношение к животным, но и взрослым. Порядочное отношение к животным должно быть нормой нашего современного общества. Потому что часто мы слышим в интернете, в СМИ информацию о жестоком обращении с животными. Такого быть не должно. Поправка о формировании ответственного отношения к животным поможет и защитит братьев наших меньших. Каждый день работая в приюте, я понимаю, как важно закрепить ответственное отношение к животным в Конституции. Управление по делам ГО и ЧС города Калининграда напоминает. Летом 2020 года купание разрешено на озере Пилавском, Карповском, Шенфрис и Голубых озерах. В местах, где оборудованы пляжные зоны и выставлены спасательные посты. Соблюдайте меры безопасности на воде. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не заплывайте за буйки. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. При возникновении экстренных ситуаций на городских водоемах звоните 59 64 00 или на единый номер оперативных служб 112. Субтитры создавал DimaTorzok Врач – это человек, который первым встречает нас при появлении на сайте. И эта взаимосвязь продолжается всю нашу жизнь. В руках медиков здоровье каждой семьи. Когда становится трудно, мы обращаемся к профессионалам. А в ситуации проблем планетарного масштаба именно врачи оказываются на передовой, уже рискуя собственной жизнью. К Дню медицинского работника специальный выпуск программы «Весть о здоровье» – о людях и их призвании. Мы к ним обращаемся, когда нам совсем очень-очень-очень плохо. Поэтому, в любом случае, им спасибо.